Приветствую, сегодня 8 февраля 2024 года, и как видите, мой собеседник Игорь Яковенко, журналист и социолог Игорь Александрович, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Традиционно на початку я подякую Силам обороны Украины, за то, что мне нужны, и записывается интервью. Начну я с интервью не нашего, а интервью Карлсона и Путина, вот там с разных сторон я хочу рассмотреть его, с вашей помощью. Начну с заявления координатора Совета нацбезопасности Белого дома Кирби, он сказал, что Путин уже показал свою жестокость, поэтому интервью бывшего ведущего Fox News Карлсона считает ненужным, об этом он сказал на брифинге. А британский общественный вещатель BBC, американская зелькомпания CNN, опровергли утверждение Карлсона, утверждающего, что западные журналисты не позаботились сделать интервью с президентом России. Значит, редактор BBC по вопросам России Розенберг написал, что за последние 18 месяцев британские журналисты подали несколько запросов в Кремль, но каждый раз получали отказ, а телеведущая международных новостей CNN Кристиана Аманкур также назвала это заявление Карлсона абсурдным. Для чего Карлсону интервью с Путиным? Я спрошу чуть позже, а вот для чего с Путиным интервью CNN и BBC? Они хотят в очередной раз услышать, что Украину придумал Ленин или еще очередные какие-то абсурдные заявления. Для чего, уважаемым CNN и BBC, интервью с Путиным? Ну, вы знаете, я должен вам сказать, что это работа журналистов. То есть, вот говорить о том, что брать надо только интервью у симпатичных людей, у тех людей, взгляды которых с вами совпадают, это, мне кажется, ошибка. Значит, понимаете как, если бы с помощью вот такого бойкота можно было бы вообще, так сказать, развидеть вот это несчастье, это несчастье, это большую беду под названием Путин, то можно было бы этот бойкот осуществлять. Но в условиях, когда Путин есть, Путин не находится в изоляции, в отличие, вопреки распространенному убеждению, Путин прекрасно, так сказать, сейчас вот он в Турцию собирается, значит он... Да вроде не собирается. Ну, возможно, я, то есть, может быть, вы больше в курсе, но, по крайней мере, собирался Путин, так сказать, общается с представителями Китая, с представителями Индии, там, ну как-то все равно общается с представителями Центральной Азии, с Северной Кореей, то есть, вот к нему, ну не совсем к нему, но тем не менее, там и Хамас, представители Хамас приезжали. Я понимаю, что это все звучит немножко так, значит, иронически, но тем не менее, Путин продолжает существовать, действовать, и его, так сказать, активность, она чрезвычайно вредоносна. В известном смысле врага надо знать, и надо понимать, в каком он состоянии, и я думаю, что западное общество нуждается в какой-то информации о том, в каком состоянии, что себе думает этот человек, от, так сказать, взглядов на жизнь которого зависит кое-что, и в том числе для европейцев. Поэтому, и вообще, это нормальная работа. Я могу вам сказать, что я, например, если бы у меня была предоставлена была возможность, я бы взял интервью у Чикатило, взял бы интервью, скажем, у Гитлера, например, если бы была бы такая возможность, ну, представим себе мысленный эксперимент, вот, если ты можешь это сделать, ну, конечно, надо это делать. То есть, это журналистская работа. Другой вопрос, как ты берешь это интервью? Сидишь ты на краешке стула, изображаешь подставку для микрофона, и спрашиваешь, как вам удается быть таким гениальным. Это стиль как раз Russia Today, это стиль России сегодня, России 24 и так далее. Но нормальное журналистское интервью с серьезным журналистским расследованием, это хорошая история. Значит, что касается Такера Карлсона, то здесь понятно, почему... Или я уже забегаю вперед, и я сбиваю вашу... Да-да, пожалуйста, каким, на ваш взгляд, будет интервью Карлсона? Он будет сидеть на краю кресла и спрашивать... Нет, это другая стилистика. Вы знаете, вот, на самом деле, почему вот эти вот интервью, которые берет у Путина его халуи, его обслуга, они малоэффективны, потому что они как раз вот изображают из себя, так сказать, такую подставку микрофона, угодливую, извивающуюся, которая, так сказать, ну, на самом деле, что называется, это малохудожественное изделие. Вот такое вот... Это даже не ремесленное изделие, это вот что-то, так сказать, что не имеет никакой потребительской стоимости, вот, подобного рода интервью. Вы знаете, я бы здесь позволил себе такие сравнения. Вот бывают произведения пропагандистского искусства, которые одновременно находятся на достаточно высоком уровне. Вот, например, значит, знаменитый фильм Ленин Рефершталь, который был посвящен соответствующему съезду нацистской партии и фигуре Гитлера, «Триумфоли». Это фильм был сделан на достаточно высоком уровне. Это был фильм, безусловно, пропагандистский, фильм, который, так сказать, продвигал национал-социалистическую идею, продвигал Гитлера. Но это был фильм достаточно мастерски сделанный. Или возьмите коммунистическую пропаганду советского периода, раннего, фильм «Броненосец Потемкин». Это классика мирового кино. Да, это фильм, сделанный с позиции, так сказать, советской пропаганды, но этот фильм был сделан на достаточно высоком уровне. Так вот, я все к чему веду? К тому, что можно делать подобного рода изделия, продвигающие Путина бездарно, а это делается в условиях, когда, во-первых, сами по себе люди, которые этим занимаются, выросли и родились в условиях отрицательной селекции. А именно такая отрицательная селекция в российских медиа, когда, в общем-то, наименее талантливые, наименее образованные и наименее способные оказываются на плаву. И отсюда и, в общем, достаточно бездарная продукция, которая выходит из-под их у них на экранах. Что касается Такера Карлсона, то это, безусловно, человек чрезвычайно враждебный всему прогрессивному. Это человек, который один из самых опасных врагов цивилизации на сегодняшний момент в информационном пространстве мира даже в целом. Это обслуга Дональда Трампа, это человек, который симпатизирует Путину, симпатизирует фашизму в целом, нацизму. Но при этом человек, безусловно, одаренный, человек талантливый. И понятное желание, чтобы именно такой человек, который сможет попытаться сделать привлекательный образ Путина и представить этот образ, продать этот образ американскому телезрителю. Я думаю, что у него может это получиться. Этого не может получиться ни у Соловьева, ни у Киселева, ни у Скобеевой, ни у кого, ни у Маргариты Симонян. Потому что они изначально в творческом отношении ничтожны. А вот Такер Карлсон, это как раз тот случай, когда, ну не то чтобы гений, но талант и злодейство совместимы. Это, безусловно, талантливый человек, который свой талант употребляет на службу мировому злу. Но он известен как производитель фейков, как производитель всевозможных конспирологических теорий. Вообще он врет очень часто. Вы только что привели пример его вранья, когда он сказал, что никто на Западе не хочет брать интервью у Путина. Что, конечно же, вранье. Конечно, все с удовольствием взяли бы интервью у Путина, просто они взяли бы его иначе. Такер Карлсон будет стараться создать лживый, привлекательный образ Путина. Он, я думаю, что у него получится. И вреда он нанесет тем самым довольно много. Я не знаю, насколько ему удастся поколебать то общественное мнение на Западе, которое сложилось. И которое заключается в поддержке Украины и в отрицании в негативном отношении к путинской агрессии. Но он постарается это сделать. Я думаю, что он постарается создать привлекательный образ фашистского путинского рейха на Западе. Я не знаю. Да, простите. Кто главный интересант вот этого? Ну, я думаю, три главных интересанта. Они очевидны. Они имеют фамилии и имя. Значит, сказать, кто главный. Вы знаете, я думаю, что вот если брать три очевидных главных интересанта, мы их пока не ранжируем, а просто назовем. Это, безусловно, Путин, это, безусловно, Трамп, и это, безусловно, сам Такер Карлсон. Значит, вот теперь, если пытаться ранжировать, то есть вот три интересанта, три бенефициара этой продукции. Значит, и если все-таки ранжировать по значимости, вы знаете, я думаю, что Путина я здесь бы поставил на, пожалуй, все-таки второе место, не на первое. Главным интересантом, конечно, является Трамп. Я объясню, почему. Потому что, на самом деле, в чем выигрыш Путина? Насколько важно Путину получить какие-то симпатии Запада? Ну, да, в каком-то смысле это важно, потому что, может быть, так сказать, ну вот там западная помощь уменьшится или еще что-то. Значит, какое-то количество избирателей, а за ними вслед и конгрессмены будут хуже относиться к Украине, лучше относиться к России. Но вряд ли это существенно изменит. Все-таки там сложились партийные предпочтения. Ну, и к тому же сейчас вообще во что это должно конвертироваться? В блокировку помощи Украине, так она и так заблокирована. И так наиболее вероятный сценарий – это то, что помощь будет оказываться от Соединенных Штатов Америки совсем уже в пипеточных размерах, а в основном все-таки пойдет, так сказать, после выборов президента. Поэтому вот сейчас какого-то бонуса для Путина, я, ну, безусловно, он есть. Безусловно, это какие-то имиджевые выигрыши могут случиться, но вряд ли они могут конвертироваться во что-то существенное. Что касается самого Такера Карлсона, то я думаю, что он, безусловно, здесь бенефициар, потому что это вот, ну, тем не менее, так сказать, сделать такой вот портрет диктатора в полный рост – это такая вот работа, которая, так сказать, ну, в портфолио Такера Карлсона, она войдет в качестве такого презентационного, презентационной версии. Ну, а главный бенефициар, конечно, Трамп, потому что в данном случае вот это, все-таки, адресат основной – это американская аудитория, и, так сказать, позиция Трампа, который говорит, что я договорюсь с Путиным, он нормальный парень, с ним можно договариваться, и, так сказать, вот бездарная политика Байдена, которая привела к конфронтации с таким замечательным человеком, в данном случае, я думаю, что это очень поможет, поможет тем, продвижению тех популистских идей, которым занимается Трамп. Я думаю, что это будет подспорье, и он будет постоянно, я уверен, что в этом интервью он будет постоянно противопоставлять от плохого Байдена, с которым невозможно иметь дело, хорошему Путину, и хорошего Трампа, с которым можно договориться. Я думаю, что это будет один из акцентов этого интервью. Есть версия, что Карлсон приехал с неким посланием к Путину. Как думаете, может ли такая версия иметь право на жизнь? Если да, то что, ну, может, предположить, что мог привести Карлсон в Москву? Вы знаете, эта версия зависит от, во-первых, от того, насколько все-таки Трамп случайно. Он в ноябре, мы все знаем о том, что в ноябре Трамп сказал, что он не исключает то, что он будет выдвигать Такера Карлсона в качестве, возьмет с собой в команду в качестве вице-президента. Но у него, понимаете, это же Трамп, это человек, который сегодня говорит одно, завтра другое, поэтому он уже несколько человек назвал, которых он уже после Такера Карлса, он еще назвал несколько человек. Если он действительно решит, и это более-менее уже такая промежуточно-окончательная кандидатура, то вполне возможно, что там какие-то импульсы и были. Но я в этом ничего не знаю, и поэтому вот гадать на кофейной гуще я бы не хотел. Ну, напрашивается, конечно, разговор о переговорах, о посредничестве американском, там, посредничестве Трампа или посредничестве Такера Карлсона, но я думаю, что это все, даже если такие замыслы есть, то они имеют абсолютно нулевую вероятность реализации. Уважаемые зрители, мы сейчас продолжим, а вас попрошу подписаться на YouTube-канал Игоря Яковенко, сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас или по окончании интервью, главное сделайте. Игорь Александрович, вы сказали уже по поводу пакета помощи Украине, и сказали, что, скорее всего, это будет реализовано уже после президентских выборов. А что до этого времени? Президентские выборы в ноябре, инаугурация в январе, еще почти год, как существовать без американской военной и финансовой помощи? Вы знаете, во-первых, почему я так думаю? Это, конечно, самый отвратительный сценарий, который можно придумать. Это увеличение количества жертв на поле боя со стороны украинцев, это возможная даже сдача каких-то населенных пунктов, я надеюсь, что небольших. Ну, то есть, это все исключить нельзя при сегодняшней ситуации. И, конечно, виновником этого является Трамп. Я думаю, что вот то количество крови, которое сейчас на руках у этого кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки, оно, конечно, меньше, чем количество крови на руках у Путина, но так, в общем, сопоставимо, потому что отказ от помощи, а на сегодняшний момент Трамп полностью имеет ключи от, так сказать, пульт управления от республиканской партии в целом, и в частности, особенно от спикера палаты представителей Джонсона. И поэтому, ну, фактически он командует. Он командует республиканской партией, командует губернаторами республиканцами, они выстраиваются по стойке смирно. И точно так же он командует Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Это очевидно. И если он не захочет, он не пропустит эту помощь, а он пока явно не хочет. Поэтому, в принципе, ну, смотрите, идет уже февраль. Вот этот пакет помощи был, так сказать, прошлой осенью внесен. Я помню хорошо разговоры, когда очень уважаемые эксперты говорили, что до конца прошлого года уже помощь должна быть выделена, уже она, так сказать, будет идти, проходить всякие бухгалтерские процедуры. Но этого нет. Прошел январь, идет февраль. И вот буквально вчера, так сказать, был отклонен еще один очередной, очередная версия согласованного, тщательно выверенного, согласованного пакета документов, который в том числе предусматривал 61 с лишним миллиардов долларов для Украины. Поэтому надо исходить из того, что я думаю, что все-таки американская помощь какая-то будет. Она будет, но она будет не в таком размере. Я думаю, что это вот, ну, там, я не знаю, миллиард, два миллиарда, три миллиарда, что-нибудь в этом роде будет поступать. Но вот, скорее всего, 61 миллиард долларов, на которые украинцы рассчитывали, думаю, что это маловероятно. Что в результате? Во-первых, какая-то помощь от Америки будет. Я уверен в этом. Это вот просто совсем, чтобы заблокировали, это невозможно. Вот, и может быть, это помощь вооружениям, может быть, это помощь деньгами, но в любом случае, я думаю, что какая-то помощь. Она будет меньше, что плохо. Теперь, что касается, как жить в этой ситуации. Ну, в известной степени уже определилось, как жить. В значительной степени, так сказать, вместо такого вот увернувшегося от помощи Вашингтона, значит, помощь предлагает БОН, то есть Европа. Европейский Союз только что преодолел сопротивление Орбана и выделил, принял решение о выделении Украине 50 миллиардов евро. Да, это не на вооружении, это не куском одним, это в течение четырех лет, но это тоже, это, по крайней мере, проблема, решающая, так сказать, обустройство жизни в Украине, то есть поддержание украинской экономики, прежде всего, украинского бюджета. Поэтому, вот, сказать, что все, Запад оставил Украину без помощи, нельзя. Что касается оружия, ну, безусловно, будут поставки, я думаю, что главное, чтобы сейчас БОН окончательно понял, что старшим братом теперь на Западе является он, а не Вашингтон, это осознание тяжелое, но я думаю, что оно произойдет, и, в общем, БОН будет выполнять, так сказать, заполнять вакансию лидера западного мира, который временно, в связи с нашествием Трампа, временно Соединенные Штаты Америки утрачивают. Так что, думаю, катастрофы не будет. Все-таки, да, конечно, ФРГ, другие европейские страны не обладают таким объемом оружия, каким и ассортиментом оружия, которым обладает Соединенные Штаты Америки, но оружия, которое есть сегодня в Европе, вполне достаточно, чтобы поддерживать украинскую армию, чтобы у нее были снаряды, чтобы у нее были дальновойные ракеты и были самолеты. Так что, я думаю, что вопрос сейчас перемещается не в плоскость экономического и военного потенциала, а скорее в плоскость дипломатии. То есть, как быстро сумеет украинская власть, украинская дипломатия, украинское политическое руководство, что называется, сломать вот этот стереотип и добиться, чтобы, ну, хотя бы разрешали западным оружием бить по военным объектам, находящимся на территории России. Вот это важный перелом, как мне кажется. Спасибо большое. Следующий информационный блок. Жители Удмуртии вечером 7 февраля опубликовали в соцсетях записи, на которых видно высокое пламя огня, возникшее из-за взрыва. Авторы видео допустили, что взрыв произошел на полигоне Воткинского завода в селе Ягул, расположенном в 12 километрах от Ижевска. В единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии сообщили, что получили обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое мероприятие. Информация из открытых источников. В настоящее время одно из предприятий на основе Воткинского завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения «Тополь-М», являющиеся основой ядерного щита России и ряд других изделий военного назначения. Также в российских пабликах уже начали сообщать, что да, это нормальное явление, уже не в первый раз, но видео, которые опубликованы, а я вот покажу их без звука, вот так выглядело видео, которое размещено в социальных сетях, одно и второе сейчас покажу. Значит, без звука, там присутствует нецензурная лексика, и сложно поверить, что люди хоть с какой-то периодичностью видят подобное у себя за окном, уж очень искренне они удивляются, используя обстоятельную лексику. Игорь Александрович, что скажете о Воткинском инциденте? Ну, здесь тоже не хочется гадать на кофейной гуще. Значит, есть очевидная тактика поведения представителей вооруженных сил Украины. Они, как правило, практически никогда не берут на себя ответственность. Хотя даже в тех случаях, когда очевидно, что эти удары совершает Украина. Я не думаю, что вот само по себе вот такое вот возгорание возможно. Я все-таки склоняюсь к тому, что это как бы дело рук ВСУ. Тем более, что возможности добивать до удаленных районов России, как выяснилось, у украинской армии есть. Это и, так сказать, обстрелы, которые происходили в Ленинградской области, и в Сковской области, и нападения на военные аэродромы, находящиеся в достаточном удалении. Ну, скажем так, расстояние между, значит, пусковыми установками вот этих дронов украинских и объектами в Ленинградской области 1230 километров. 1230 километров. Это вполне, ну, я не знаю, насколько стремительно развивается вот эта вот дроновая промышленность. Кстати говоря, недавно было создано, как всем хорошо известно, было в Украине создано целое, так сказать, управление по руководству вот этими дроновыми войсками, войсками беспилотников. И, судя по всему, на это сделан упор, и не случайно и генерал Заложный в своей знаменитой уже статье в, значит, в американском, в американском, на американском телеканале, он сделал вывод о том, что новая, новая стратегия и тактика, в том числе, должна быть, включать в себя приоритетное использование беспилотников, как асимметричный удар по отношению к России, который превосходит во всех отношениях, там, и в экономическом, и в демографическом, и в военном потенциале. И я думаю, что возможность, что это действительно удар, который совершен украинскими беспилотниками, по крайней мере, очень похоже на это. Внешне это очень похоже. Игорь Александрович, сегодня 8 февраля, и с 7 на 8 февраля в ЦИК перенесено было рассмотрение дела Надеждина. Что думаете, чем закончится прием подписей, допустит ли Надеждина до выборов? Ну, вы знаете, конечно, чудеса бывают, некоторые даже в Деда Мороза из нас верят до сих пор, но вот мне кажется, допуск Надеждина до выборов, это из области внезапного появления там на улицах Киева динозавра. Вероятность, конечно, есть, но очень-очень маленькая. Ну, мы не предполагали такого вторжения широкомасштабного, в частности, до Киева, уже фактически под Киевом, в Кипропине и Буче, и тех масштабов трагедии, которые были, тоже не предполагали. Поэтому, видите, всегда... Сравни, наверное, появление динозавра. Не-не-не, одну секундочку. Вот здесь я бы все-таки, значит, насчет динозавров давайте отставим, так сказать, отдельно. Это была все-таки шутка. Хотя, в общем, по уровню вероятности, я думаю, что допуск Надеждина до, так сказать, выборов, он примерно такую же вероятность имеет. Понимаете, есть логика. Значит, да, действительно, очень многие, и я в том числе, считали... Я-то все-таки измеряю события будущего в вероятностной сетке, а не так, что вот может или не может быть. Потому что будущее определяют люди своим конкретными действиями. И у людей есть какая-то свобода воли, в том числе, свобода злой воли или доброй воли. И вот в ситуации с войной, то было понятно, что на самом деле Путин – это мировой злодей. Но весь вопрос заключался в том, насколько он безумен. И здесь степень его безумия оценивалась по-разному. И я, например, ее недооценил. И выяснилось, что она достаточно велика, что там градус безумия очень высокий. Поэтому ошибка. Но в целом, общее направление было угадано верно. Да, Путин хочет захватить весь мир. Но как бы в какой-то последовательности. Вот в этой последовательности мы не угадали. В случае с допуском или недопуском Надеждына ситуация совершенно другая. Дело в том, что на сегодняшний момент просто не существует какой-то аргументации, которая заставила бы, во-первых, Кремль допустить Надеждину, а во-вторых, перейти от полной подготовки недопуска. Потому что, извините, там несколько тысяч подписей забракованы. И абсолютно невозможно все эти подписи отбить за такое короткое время. Просто невозможно. Ну и кроме всего прочего, зачем? И понятно, что допуск Надеждына до выборов вот в такой ситуации. Ну выборы, понятно, каждый раз в кавычки ставим. Но тем не менее, полностью переформатируют это мероприятие. Мероприятие-то задумывалось как принесение присяги Путину. Значит, то есть не Путин там присягает народу и доказывает свою пригодность на роль уже в пятый раз самодержца. А наоборот, народ должен доказать свою преданность Путину. Это, собственно, происходит. Но участие Надеждина полностью разрушает эту конструкцию. Возникает, так сказать, некое силовое напряжение, пусть очень неравномерное, несимметричное, но напряжение между двумя кандидатами. Еще раз подчеркиваю. Не между пятью, а между двумя. Потому что все остальные, все эти зачутки Слуцкие, Харитоновы, Дованковы, они тут же разлетаются по углам. Они тут же слетают с доски. На доске остаются двое. Это Путин, кандидат войны, и Надеждин, кандидат мира. И вот я сейчас не вдаюсь в подробности, насколько Надеждин соответствует званию кандидата мира. Это не важно. У него ярлык, у него этикетка такая. И здесь реагируют люди на этикетку. Он кандидат мира. И эта ситуация совершенно неприемлемая для Путина. Особенно если учесть, что он не будет принимать участие в дебатах, а Надеждин будет. И он будет везде продвигаться как кандидат мира. И есть серьезная версия, что он может таким образом получить поддержку, что невозможно будет скрыть тот факт, что он второй после Путина. А это вот то, что категорически. Это такая неприятность, что непонятно зачем. И зачем на ровном месте вот этого ежа в штаны, так сказать, ну если не Путина, то всей политической системе российской будет. Вот фашистский рейх, который ни с того ни с сего запустит себе в штаны вот этого дикобраза. Зачем это нужно? Конечно, тем более, когда есть очень простой и элегантный способ. Вот почерковеды в штатском определили, что там все подписи лживые, что сам Надеждин, но на самом деле не Надеждин, а какой-то там самозванец, еще что-то. То есть, это же просто делается. Никаких волнений среди людей это не вызовет. Ну как, ну, во-первых, начнем с того, что волнение должен кто-то организовывать. Стихийные волнения, ну они могут возникнуть, кто-то выйдет, выйдет, побьют его дубинками, сядет в тюрьму, может быть, надолго. Вот, а может быть, быстро выпустят, это не важно. Важно то, что эти волнения не будут носить массовый характер. Во всем случае, по размеру, по масштабу они будут намного-намного меньше, чем очереди за Надеждиной. Вот очередь за Надеждиной, это явление, которое отдельно уже от Надеждиной существует. Отдельно от Надеждиной существуют штабы Надеждиной, кстати говоря, в 65 регионах. Это довольно серьезная сеть. И я абсолютно убежден, что Надеждин, как человек хозяйственный, он такой мужчина запасливый, он, безусловно, использует это хозяйство, создаст какое-нибудь движение имени себя, вот, и будет верно служить фашистскому режиму. Вместе со всем этим движением, используя энергетику протеста на службу фашистскому режиму, как он это делал всегда. В этом смысле старшего человека, ну, слушайте, человек больше 30 лет в политике, что вы хотите? Это заслуженное приспособление, с которым умеет встраиваться в любой режим, в любую систему, находить в этом режиме нишу свою. Сейчас вот он, например, является, он представляет, он муниципальный депутат от партии «Справедливая Россия», в которой руководителем является Сергей Миронов. Ну, вот, это примерно то же самое, что Медведев, только хуже. Вот, и там такие замечательные депутаты, как, значит, там, Журавлев, любитель изнасиловать черепаху, значит, еще там какие-то люди тоже примерно такого же экзотического плана. Делягин, то есть, там такое мало не покажется. Надежда не является членом этой партии, но он депутат муниципального собрания от этой партии. Ну, вот, мне кажется, все достаточно ясно. Игорь Александрович, буду вас благодарить, спасибо большое, как всегда, интересный, содержательный разговор. И зрителям еще раз напомню, пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на YouTube-канал Игоря Яковенко. А перед тем, как уйти, на мой тоже, пожалуйста, подпишитесь. Игорь Александрович, спасибо большое, до встречи. Спасибо за приглашение, мне было интересно. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok